Добрый день дорогие друзья, с вами Капля, мы продолжаем говорить об отцовстве. Сегодня мы поговорим о наказаниях. В современном мире, за пределами церкви и, кстати, во многих церковных кругах уже достаточно сильно обсуждается вопрос недопустимости наказания. В мире за это можно получить достаточно большие проблемы, особенно в так называемом демократическом обществе, где ребенка нельзя наказывать. Я думаю, что ни для кого из вас не секрет, что во многих странах телесное наказание детей является чуть ли не преступлением. Я знаю несколько людей, которые попали в тюрьму, потому что их ребенок завел в полицию на своего отца, который, поймав его на употреблении наркотиков, применил телесное наказание. Но знаете, что потрясающе? Люди стали бояться трогать своих детей, люди стали бояться их наказывать. И определенные силы, влияющие в этом мире, движущие, они пошли еще дальше. Появилась такая формулировка, как психологическое наказание, которое тоже стали запрещать. То есть в некоторых странах вы не только не можете телесное наказание применить, то есть дать ребенку ремня или леща, но вы не можете даже сказать ему, что он плохо поступил, потому что это может его травмировать. В итоге мы с вами видим общество без четких моральных ориентиров. Уже вырастают молодые люди, которые не только не знают, как себя вести, но и не понимают, почему вообще нужно быть вежливым, почему нельзя нарушать границы других, почему нельзя быть просто уродом. Вы знаете, наказание должно присутствовать в обязательном порядке в жизни наших детей. Потому что, во-первых, потому что Писание говорит о том, что если ты не наказываешь ребенка, то ты ненавидишь его. И речь идет не о выговоре, не о лишении каких-то привилегий, а однозначно написано «не жалей розги для сына своего». Я понимаю, что одни люди пренебрегают этим, другие перебарщивают, мягко говоря. Но знаете, в наказании существует несколько важных закономерностей, которые обязательно должны присутствовать. Во-первых, первое, что очень важно, вы не можете наказать ребенка, не сообщив ему о том, за что вы его наказываете. И не после того, как вы примените меру наказания, а до. Это позволит вам успокоиться, это позволит вам дать ребенку осознание и понимание того, что сейчас будет происходить. И самое главное, после того, как вы выскажетесь, после того, как вы скажете, что и зачем вы будете делать, не остановиться. Потому что сила наказания не в его жесткости, не в его жестокости, а в его неизбежности. И поймите, это очень важно. Второе, правило наказания, оно должно быть соразмерным. И что я имею в виду? Я имею в виду, что наше с вами наказание, телесное наказание не должно применяться, например, к случайным проступкам. Случайно разбил чашку, случайно что-то повредил, случайно или ненамеренно совершил какой-то проступок. Или же этот проступок был намеренным, но не тянет на высшую меру. Опорка, я считаю, что в семье это все-таки высшая мера наказания. Соразмерно. Очень часто я видел, как, например, ребенок случайно разлил чашку на столе и получил мощный подзатыльник от мамы. Я думаю, что это неправильно. Ребенок должен наказываться, на мой взгляд, за три вещи. Телесное наказание только за три вещи. Это мое мнение. Это ложь, это непослушание во всех его формах и ненормативное поведение. Когда человек не проявляет должного поведения, как это уважение к старшим, нарочитое, не случайно. Или же связанное с даже, наверное, уголовными какими-то вещами. За это он должен быть наказан в обязательном порядке. Но третья вещь, она очень важна. После того, как вы наказали ребенка, вам необходимо рассказать ему о том, что вы сделали это для того, чтобы его дисциплинировать, воспитать, но не отвергнуть. Не выбросить его из своей жизни, не просто причинить боль, а что наказание является актом любви. И в обязательном порядке вы должны эту любовь проявить. Возможно, его просто обнять, возможно, просто поговорить, но сделать это каким-то образом. Что делаем мы? Мы накажем, и мы уходим. Потому что внутри нас кипит злость. И очень часто, кстати, телесное наказание, это просто выплеснул свою негативную энергию на своего ребенка. Может быть правильно, а может быть нет. Действуйте обдуманно, действуйте с холодной головой. И тогда все будет хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok